407 день войны сейчас конечно главная сенсация это материал нашего коллеги барака равида на портале аксиус где он утверждает что во время израильской атаки в ночь 25 26 октября ввс разбомбили некий секретный ядерный объект то есть удар был нанесен в том числе по ядерному объекту на котором велись исследования в области проекта амад то есть разработки иранского ядерного оружия но об этом поговорим чуть позже какие он там приводит подробности какие доводы какие выводы самое главное он из этого делает хизбалла в свою очередь отчиталось об уничтожении штаба израильской военной разведки на севере тель-авива это не соврать происходит уже раз в пятый примерно с начала войны штаб там как стоял так и стоит на своем месте как выдавал информацию выдает но вот террористы иранцы кстати регулярно выдают эту информацию точнее регулярно как бы выдают желаемое за действительное вот в своих сводках ну и заодно есть статистика например того что террористы выпустили по нам скажем за октябрь вот чтобы вы поняли я вам сейчас приведу эту статистику чтобы вы поняли вообще масштабы до войны масштабы того что по нам регулярно прилетает и поговорим о вреде использования мобильных телефонов на работе оказывается чудом удалось предотвратить очень тяжелую катастрофу на военной базе на базе военно-воздушных сил из-за того что офицер-диспетчер заболтался или там заигрался в мобильный телефон тоже об этом я сейчас расскажу всем привет меня зовут сергей уследер вы на моем канале поддержите пожалуйста это видео не забывайте это делать лайкайте подписывайтесь на канал если еще не подписаны до полумиллиона совсем немного осталось было бы прекрасно до конца года это сделать оставляйте комментарии включите уведомления финансовая помощь донаты тоже очень приветствуется кнопка супер спасибо супер тэнкс сердечко с долларом платформа патреон ссылка на нее в описании можно стать спонсором канала на ю тубе все это очень важно нужно полезно огромное спасибо всем кто смотрит поддерживает донатит и вообще вот делает работу моего канала возможной и так это сейчас очень активно обсуждается вот эта новость барак равит это журналист который пишет на различные темы связанные с войной и безопасностью опубликовал на портале аксиос вот эту информацию о том что ведь как говорили в начале что удар не наносился ни по нефтяным не по ядерным объектам исключительно по военным преимущественно по объектам пво и буквально носил такой демонстрационный характер но вот публикация равида который ссылается на трех американских и одного израильского чиновника а также на одного бывшего высокопоставленного израильского чиновника по всей видимости имеющего все же какой-то доступ к информации в результате этой атаки был уничтожен сверхсекретный ядерный исследовательский центр в городе парчин что мы помним про город парчин я вам рассказывал это то что там был уничтожен завод по производству ракетного топлива вообще у иранцев как бы все вот эти их объекты военные и ядерные военные ядерные там плюс минус они вместе находятся они идут такими кластерами до парчин из фахан тегеран там и другие города и вот в парчине тоже есть такой свой кластер там есть разные объекты в том числе которые прикрывала пво пво опять же если верить израильским источникам в районе парчина всю разбомбили так вот в этом объекте исследовательском про него вообще знало очень мало людей то есть буквально считанные люди даже в иранском руководстве знали о том что этот объект функционирует он был закрыт якобы закрыт после ядерной сделки но я напомню что когда израиль похитил израильские израильская разведка массат похитила иранский ядерный архив который неопровержимо доказывал тот факт что иран продолжает исследование в области получения ядерного оружия что кстати послужило основанием для трампа разорвать эту сделку мы все помним эту историю так вот объект в парчине был вроде как законсервирован но на самом деле там через какое-то время возобновились исследования как утверждает равид в области ядерного оружия но они были замаскированы под гражданские исследования и вот об этом очень мало людей знало и вот по этому объекту собственно несли удар еще тогда во время той атаки говорили что в парчине наносили удар по некоему объекту имеющему отношение к ядерной программе но там было не очень понятно и все вот сосредоточились на рассказах про завод ракетного топлива но вот как выясняется все-таки речь шла не только о заводе по производству ракетного топлива так вот в чем тут суть всей этой истории помимо того что этот объект уничтожен и как утверждает журналист исследования приостановлены и и видимо будут отброшены назад на какое-то время то есть появляется опять-таки какой-то зазор по времени но дело даже не в этом самое главное в том что крайне мало людей знала о том что эти исследования на этом объекте ведутся а это значит что возможности израильской разведки в иране очень впечатляющие если реально очень мало людей знала про то что происходит на этом объекте но об этом знала и израильская разведка в том числе которая точно указала место там цель и так далее вот это вот такой очень важный момент и совершенно такой непрозрачный намек на то что израиль в состоянии работать в том числе и по ядерным объектам да несколько из них фордов на танзе они укрыты глубоко под землей они защищены там толщей скальных пород и так далее но есть и другие которые тоже играют важную роль вот в этих всех цепочках соответственно по ним можно нанести удар и таким образом израиль это продемонстрировал так во всяком случае многие восприняли этот материал более того многие восприняли его как ну какой-то своего рода слив такой да имеется ввиду для того чтобы в публичное поле вывести эту информацию и продемонстрировать всем что мы это можем да в том числе иранцам в том числе американцам в том числе там своему обществу израильскому показать что мы в состоянии разбомбить такие объекты поэтому как бы не переживайте граждане если что мы непременно это осуществить стоматологическая клиника magic touch на протяжении уже 20 лет была и остается лидером в применении самых передовых технологий и методик лечения имплантации и протезированию зубов в основе заслуженного доверия ее клиентов всегда было соблюдение клиникой magic touch принципа ответственности за результаты лечения готовимся встречать новый 2025 год с новой улыбкой в клинике сделают все необходимое чтобы вы продолжали улыбаться долгие годы если у вас проблемы с зубами неудачный опыт лечения протезирования зубов в прошлом серьезная проблема с костью то вам в клинику magic touch ваш дотик решение для сложных случаев техника 3d протезирования красота и здоровье ваших зубов гарантия качества по окончанию лечения протезирования клиника magic touch предоставляет письменное гарантийное обязательство на 5 лет на импланты и коробки гибкая форма оплаты до 36 беспроцентных платежей 15 процентная скидка к новому 2025 году по промокоду ауслендер скидка 10 процентов и сюрприз подарок моя книга с автографом для пациентов начинающих курс лечения ну в свою очередь как я уже сказал хизбалла распространила заявление что атаковала центр штаб военной разведки на севере тель-авива вот там действительно вот кто знает между тель-авивом и герцлея находится в огромное пространство где куча всяких разведывательных служб расположена еще раз никакой военной тайны я тут не выдаю об этом все прекрасно знают и более того если отследить направление иранских атак в частности некоторых атак хизбаллы они действительно метятся туда вот вот в эти районы пытаясь попасть там штаб разведки там 8 200 например там штаб оман военной разведки и так далее короче говоря в общем они отчитались о том что они его уничтожили уничтожили значит ну там как водится куча там сионистов погибло каких-то оперативников разведки там они страшно любят расписывать какие-то гигантские потери как будто там вот куча народу сидит в этом штабе и только и ждет что им на голову свалится ракета вот буквально я помню что во время первой атаки иранской по израилю когда они несколько их ракет долетели до базы неватим на юге страны то они написали что погибли там 80 оперативников массада еще оперативники массада делали на авиабазе в ангаре вот в полупустом непонятно совершенно что у них там такой за сходняк был этих оперативников ну короче они вообще не парятся но армия это дело все проверила опять же странным образом мы все время это дело опровергаем зачем-то а как бы опровергает и вроде как вот признаешь как бы даже как будто некое существование такого факта как по мне их нужно просто игнорировать замучаешься опровергать всю эту чушь и всю эту хрень которую они несут без конца но тем не менее армия отчиталась что в ночь такого там такое-то число как вот хизбалла это обозначило не было никаких атак не было срабатывания сирен воздушной тревоги не было там прилетов и так далее и тому подобное ну вот вот как бы вот такой подход к сожалению я не знаю или к счастью может быть но мы не но мы как бы все время стараемся опровергнуть эти вещи зачем я не очень понимаю потому что если всю чушь например которую хамас писал в своих каналах там про эти бесконечные сожженные танки там я не знаю какие-то сотни что арабские силы сопротивления подбили танков больше чем все арабские армии за 70 лет и так далее но это же вот ты просто будешь заниматься только тем что это дело опровергать без конца и края и все равно никто тебе не поверит убеждать убежденных как известно совершенно бессмысленно сейчас кстати распространяется такое такая фотография по каналам тоже про палестинским где лежит оторванная башня танка меркова это же там приводится какие-то фантастические значит обстоятельства поражение этого танка но это действительно соответствует реальности танк был так танк был взорван на сверх мощном фугасе у него действительно из-за сильного очень взрыва оторвало башню вот часть членов экипажа погибла кто-то выжил то есть такое тоже бывает война есть война но если верить всем вот этим сводкам значит и реляциям победным хамаса хизбаллы там не знаю российских z каналов которые тоже в этом активно участвуют и всякой разной подобной сволочи то у нас уже армии нет в израиле просто нет уже армии вообще ее не существует ни одного танка целого не осталось теперь что касается статистики вот я вам говорил да как бы израиль там разрушает ливан израиль там разрушает газу вот израиль только тем и занимается что геноцидит всех вокруг себя тут не без конца и края больше тут вот нам заняться нечем да это не так естественно но например в бейруте удары наносятся по южному пригороду по дахи шиитский пригород где находятся все опорные базы штабы там инфраструктура хизбаллы да в христианских районах берута ничего никуда не прилетает там были ликвидации точечно очень точечные когда вот одну квартиру вынесли много квартирном доме для того чтобы ликвидировать какого-то командира хизбаллы который там спрятался и кстати в христианских кварталах сейчас или там в друзских кварталах и даже в сунницких кварталах стараются препятствовать тому чтобы террористы хизбаллы прятались на их территории там их даже стычки происходят но собственно вот к вопросу о статистике за месяц хизбалла за месяц еще раз не за всю войну за месяц за 30 дней по израилю выпустили хизбалла выпустила не менее 6300 ракет реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов в это же время 111 ракеты беспилотников были запущены из ирака всякими вот шиитскими формированиями которые подчиняются ирану и они же кстати вот тоже важный момент совершили 15 нападений на американские войска в сирии для того чтобы вот как бы так оказывать давление на американцев 15 раз атаковали базы в сирии вообще с октября двадцать третьего года 204 нападения на американские войска в ираке сирии и ордане 204 атаки за год это ну чуть как бы раз в два дня нет раз в полтора дня так две атаки в три дня примерно получается и американцы как-то совершенно вот просто практически не реагировали ну как такое может быть 204 раза атаковали их базы атаковали их солдат атаковали их войска атаковали их корабли ну про хуситов сейчас скажем отдельно а там как-то все так вяло отмахиваются очень сдержанный и очень выверенный ответ если помните американскую атаку да в сирии там ответную на какие-то в ответ на прилет по беспилотников по базе в иордане где погибли несколько солдат американских очень выверенный очень осторожный очень аккуратный главное чтобы только никого не потревожить это при что это американцы, которым достаточно один раз оскалиться, грохнуть кулаком по столу, и все эти псы, шакалы местные подожмут хвосты, буквально. Что и произошло, когда они даже просто пообещали это сделать. Но вот такова была политика администрации Байдена, как бы чего не вышло. Посмотрим, как будет себя Трамп вести. Но что-то мне подсказывает, что он вот так вот сквозь пальцы на 204 атаки смотреть не будет. При этом в октябре хуситы 18 раз атаковали корабли в Красном море и Бапельмандепском проливе. Это в три раза больше, чем в сентябре было. То есть в сентябре было, соответственно, 6 атак. Здесь уже 18, но самый пик был у них летом. Вот прошедшим летом там было больше 40 в месяц атак. Что касается атак из Ирана, тоже вот статистика приводится. Ну так, чтобы вам, для, так сказать, понимания, в двух атаках было 320 баллистических ракет, 170 крылатых и 30 беспилотников. Охренеть, почти полтысячи целей, полтысячи как бы боеприпасов было использовано, напрямую запущенных из Ирана в сторону Израиля. Ну, ответный удар Израиля по Ирану мы уже знаем. Сейчас они готовятся к третьей атаке. У них постоянно идут разговоры о том, что до иного угурации Трампа надо атаковать в третий раз. Надо, надо, надо. Обещание там как-то истины у них, какое-то красивое такое название. Вот это обещание истины 3 у них будет операция. Как они, во всяком случае, утверждают, но, как я уже много раз повторял, им нужна такая формула, чтобы вот атаковать, но быть последними в этой цепочке. Потому что может прилететь в ответ. Атака со стороны Ирака, то есть с территории Ирака уже не рассматривается, либо рассматривается как часть общей операции, потому что из Израиля четко дали понять. Атакуете из Ирака, из Сирии, да хоть из Антарктиды. Мы будем рассматривать это как атаку с территории Ирана, соответствующими для Ирана последствиями. Ну и вот последняя цифра, так для понимания, да, значит, мы там геноцидим Ливан, там все разрушаем, убиваем всех, 5-е, 10-е. С октября 23-го года, за год, Хизбалла выпустила по Израилю 16 150 различных снарядов. Ракет, ракетных снарядов, минометных снарядов, беспилотников. Еще раз, 16 тысяч за год, даже больше. Вот. Кто вообще после этого, какая страна вообще после этого должна вообще стоять на месте? Как это вообще так происходит? Но Израиль долго просил, долго уговаривал, долго, можно сказать, практически умолял, перестаньте, пожалуйста. Но не перестали, и вот теперь уже совсем не смешно им там в Ливане. Вот, переговоры идут. У меня вообще начинает формироваться такое ощущение, что есть некая такая ловушка, приготовленная для Хизбаллы и Ирана. Израиль предложил свой вариант. Они сейчас откажутся, потому что главное условие для Израиля это свобода действий в Ливане. Они откажутся. Как бы претензий предъявлять некому. Американцы скажут, ну окей, вам предлагали мирное соглашение, вы отказались. И Израиль получит свободу действий. Все мы знаем о том, что пользоваться мобильным телефоном за рулем нельзя. Сейчас не реклама. Это и не социальная реклама. Я вот, когда сажусь в машину, я подключаю телефон через там CarPlay и все. И вот он у меня работает. Если позвонили, на руле нажал кнопочку ответить и кнопочку сбросить. Все. Иначе это, ну единственное, там голосом можно что-то управлять. Не суть. Так вот, выясняется, что это все актуально не только для вождения. В Израиле сейчас очень большие штрафы. Такие довольно жесткие наказания за разговор по мобильному телефону за рулем. Так вот, в конце октября это едва не привело к тяжелейшей катастрофе. Использование мобильным телефоном на рабочем месте во время выполнения служебных обязанностей. На авиабазе Ромат Давид. Это на севере, соответственно. Там два самолета F-15, груженные бомбами и ракетами, взлетали. Ну, один как бы выруливал на взлетку, а другой в этот момент взлетал для того, чтобы лететь, работать по Ливану. Это авиабаза на севере, с нее самолеты работают преимущественно по Ливану. Они взлетали, диспетчер в этот момент, как выяснилось, отвлекся, он говорил по мобильному телефону. И просто не видел, что происходит. Дал разрешение одному на взлет, другому на пересечение взлетно-посадочной полосы. В одном из самолетов был генерал, бригадный генерал, который пилотировал этот самолет. И вот он сумел увезти машину в сторону и избежать столкновения. Иначе, конечно, жуть была бы. Ну, потеряли бы и обе машины, и четырех летчиков. F-15, двухместный самолет, я напоминаю. То есть, это как минимум. А может, что и похуже бы было. Но он, слава богу, увернулся. После чего разобрались. Там была история, почему столкнулись, долго изучали обстоятельства дела. Ну, наверняка в этой диспетчерской вышке стоят камеры. Мы посмотрели, разобрались, поняли. Значит, офицер-резервист, который был диспетчером, заговорился по мобильному телефону. Он такой, так сказать, антигерой этой истории. Получил 8 суток ареста и был уволен с резервистской службы. Так себе наказание, на самом деле. Но, еще раз повторяю, слава богу, что удалось избежать последствий. Потому что последствия могли быть куда более тяжелыми. Такое бывает. На такие вещи тоже нужно обращать внимание. Всегда есть проблема человеческого фактора. Всегда. В любой армии, самой крутой, самой высокотехнологичной, есть проблема человеческого фактора. Есть проблема защиты от дурака. Потому что что-нибудь обязательно такое может произойти. Поэтому сейчас какие-нибудь внедрят новые протоколы на основе вот этого происшествия. Как пишутся вообще вот эти все инструкции и протоколы? Пишутся кровью. Либо на основании вот таких происшествий, где крови чудом удалось избежать. Все, сейчас внесут какое-нибудь изменение, что человек, который входит в диспетчерскую вышку, телефончик кладет в какой-нибудь ящичек рядом. Потом забирает. Мне как-то пару раз приходилось снимать на авиабазах. И в том числе я снимал, например, брифинги для летчиков. Вот туда нельзя брать с собой телефоны категорически. Все, летчики сидят, слушают брифинг. Им там рассказывают, что они будут делать. Погода по маршруту, пятое, десятое. Но мы все сдавали телефоны на входе в эту комнату. К тому же там экраны всякие эти, как карты и прочее. Чтобы кто-нибудь не снял там, не дай бог, не выводят. Так что это, в общем, внесут изменения, сделают. Ну, вот самое главное, что удалось избежать. Хотя, дело такое, накануне я рассказывал про одного недоумка из хайфы, который выложил, значит, в сеть видеоперехватов и обозначил три места расположения железного купола. Все-таки мобильный телефон это такая вещь, которая дала нам очень широкие возможности, но и проблем создает тоже периодически довольно много. Хотя, всего лишь нужно не говорить по мобильному телефону во время движения за рулем или не говорить во время выполнения своих прямых служебных обязанностей. Тем более, таких важных, как диспетчер на военной базе, которая работает по военным целям. Ну и последнее, что скажу. Вот довольно прецедентное решение берлинского суда. Там художник и борец с колониализмом, некий Эдвин Нассер, был приговорен к штрафу в 1000 евро. Но тут важно не наказание, хотя, как по мне, там нужно 50 тысяч евро ему было вломить или лучше, чтобы посидел в тюрьме еще пару месяцев за то, что он там писал и говорил. Но не суть. Это дело берлинского суда определять наказание. Главное, что прецедент создан. Прецедент заключается в том, что 8 октября 23 года он почитал там новости о происходившей резне в Израиле, соответственно. И разразился там серией таких восторженных постов. Как это вообще круто, отлично. И вот пост, который послужил, так сказать, непосредственной причиной для того, чтобы подать на него в суд. И против него там дело возбудили и так далее. Он выставил фотографию израильтян, которые бегут по полю. Это вот на фестивале новое. И террористы расстреливают их в спины. И он снабдил ее словами поэтическая справедливость. Все-таки у людей, исповедующих вот эту антиколониальную идеологию, у них какие-то странные вещи с головой происходят, на мой взгляд. Вот прям, прям не знаю. У них как-то перепутаны полушария, которые отвечают за добро и зло. Вот буквально. Что-то очень странное с ними происходит. Но ладно, бог ему судья. Точнее, не бог ему судья, а берлинский судья ему судья, которому вломил тысячу евро. Главное, что теперь создан прецедент. И теперь можно в берлинских или в европейских судах подавать на этих людей заявление и требовать какого-то для них наказания. Может быть, будут чуть-чуть поосторожнее. Спасибо, что смотрите. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать мои видео. Не забудьте посмотреть интервью с Мишей Бородкиным, с Иронистом. Очень интересный разговор вышел. Вот мы его утром сегодня выложили на канале. И увидимся в ближайшее время. Всем пока. Продолжение следует...